Всем привет! Вы снова на канале Алексея Швейдера. Сегодня у меня очень знатный гость, который с недавних пор стал моим подарочным спортсменом. Он попал по влиянию мастера Швейдера. Это Владимир Пекленко. Известный артист, российский, мастерский, как звезд, а? Я хотел бы дать маленький вопросик из точки 3. Владимир, какая твоя самая, ну, я не знаю, пусть как выразилась, знаменитая, а больше что-то? Ну, все, конечно, смотрели сериал «Буквари» и узнали по этой роли, и она прислала мне, наверное, самую большую популярность и дала мне такой хороший стартовый скачок, чтобы идти дальше и развиваться. Хотя это было уже очень давно, если подумать, вообще это был 2008, 2009, 2010 год, прошло с тех пор больше 7 лет. Да, и поэтому, ну, конечно, мы знаковые, но очень хорошо запомнить люди универи, хотя бы у меня была небольшая. Все равно вы до сих пор люди подходят и говорят, что «Е, мы помним правком медленного председателя». В общем, тебя можно назвать, по аналогии, если я мастер шредер, как мастер глухая. В общем, я тебя сегодня буду мучить, разве что попал в мое влияние. Вот еще вопросик, а как ты считаешь, моя роль мастера шредера, она мне подходит, у меня получается ее играть? Ну, исключительно, во-первых, шредер, да, рельефный, вы уже говорили мне, правда, рельефный, вообще есть куси черный. И, конечно, настоящий мастер, за тобой идешь как за лютой дзен-пуддизма, я бы назвал его дзен-качизм. Дзен-качизм. Вот сейчас мы пойдем обязательно по этому пути, с легкой руки Владимира Тепеленко, я назвал гуру дзен-качизма. Да, скажи, у тебя явно много поклонников, думаю, что больше, чем у мастера шредера, но это не важно. Зато у меня, наверное, больше недоброжелателей, слушай, а у тебя есть недоброжелатель? Как вы думаете? Ну, иногда, я, в общем, не знаю, иногда мне могут написать в ВКонтакте, в какой-нибудь, в ВКонтакте, все-таки это какой-то исключительный случай. Я, будем считать тебя практически исключительно хорошим персоналом. Ну, вот, Владимира Тепеленко я могу порвать, по показателю, количество недоброжелателей. И Кленту, и Кленту. И, извините, извините, да ладно, я же не знаю. И последнее вопрос. Какова твоя основная цель в зале? Я ее знаю, конечно, но вот для зрителей, но вот основная цель в зале, постичь цинкачизм, и стать цинмачизмом. Цинмачизмом, выносливость, стромомом, силушка, все одновременно большим здоровым, красивым, большим здоровым, красивым, и выносливым. Выносливость, выносливость, посрочу все и сразу. А поскольку Володя хочет все и сразу, мастер Шведен прописал ему свои секретные суперсеты «Самоубийца». Это одновременно сила, да, и выносливость, и тонус. И сейчас мы сделаем один из четырех сегодняшних суперсетов. Мы запишем только один. Жим на наклонной скамье и подтягиваем. Две ба. Две ба. Наберем? Все, донка. Так, все, донка. Минимум пять. Скачем. 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 Второй, зуб. Скачем. Скачем. Минимум пять. Рецепт. 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 Ребята, слушайте мастера Шредера, слушайте, он знает, как накачать человека.